Никто не останется голодным. В Саратове уже 8 месяцев работает социальная программа «Пища жизни». Волонтеры помогают едой бездомным и тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Горячие обеды раздают два раза в неделю. Меню изучила Анастасия Куклева. Здесь присутствует капуста, здесь присутствует салатный лист, морковь и зелень. С самого утра на этой кухне не протолкнуться. Пока одни шинкуют капусту, другие тушат овощи. Успеть приготовить еду волонтерам нужно к обеду. В 12.30 их уже ждут те, для кого эта пища жизненно необходима. Готовим вегетарианскую еду. У нас тут никто не ест ни мяса, ни рыбы. Соответственно, мы готовим в этой культуре. Из продукта у нас сегодня делается китри. Это суп такой. Его состав – это рис, чечевица, картошка. Порции где-то сейчас мы приготовим на 20-25 порции. У нас сейчас приходит чуть поменьше в августе, почему-то такая вот тенденция. Человек где-то 15 будет у нас там. Ну, рассчитываем где-то на 20. Вот такие горячие обеды волонтеры привезли сюда, на привокзальную площадь, чтобы раздать нуждающимся. А таких здесь немало. Железнодорожные ворота города всегда были пристанищем большого количества бездомных. Спасибо. Владимир Васильев на вокзале бомжует уже три года. С того момента, как переехал в Саратов. Мужчина говорит, в родном селе его ничего не держит. В свои 45 лет он уже похоронил всех родственников. В Саратове Владимир работает дворником. За 60 рублей в неделю убирает территорию у магазина. Этих денег ему не хватает даже на еду. Поэтому несколько раз в неделю он приходит сюда, чтобы бесплатно подкрепиться. Говорит, рацион небогатый, но зато стабильный. То горох, то суп, то первое, то второе, то третье, то компот. Ну, разные. Бетазов не бывает ничего. Какая-никакая, ну, пойдем. Бетазов, сосиски, сардель. Лишь бы, лишь бы, лишь бы, лишь бы был сытый. Таких, как Владимир, здесь десятки. К месту раздачи еды бездомные приходят задолго до приезда волонтеров. Стоят небольшими группами, по 2-5 человек и ждут свой обед. Сегодня в рационе у них салат, кичри, рис с горохом и овощами, хлеб и горячий чай. Всего около 15 порций. Опыт показывает, что людям нужно что-нибудь такое плотненькое покушать, типа такого второго что-нибудь, вот, чтобы это было сытно, калорийно и как бы хватило надолго. Поэтому мы готовим такое блюдо, которое необычно называется, такое кичри, это такая, делается рис с горохом и с овощами. Она очень сытная, калорийная и, если хорошая такая у него, и не суп, и не каша, такое что-то среднее, очень, ну, калорийное, практичное. Социальная программа «Пища жизни» в Саратове работает уже 8 месяцев. Два раза в неделю волонтеры приезжают на привокзальную площадь, чтобы накормить нуждающихся. Говорят, если будет помощь со стороны неравнодушных, смогут привозить горячие обеды чаще. Анастасия Куклева, Александр Бачков, РЕН-ТВ, Саратов.